Добрый день! Я считаю пропустить. Мы все должны проведить гражданскую свою позицию, высказать. Все должны принять участие в этом голосовании. И о том, как оно пройдет на территории Тверской области, все ли готово, как можно будет проголосовать, какие варианты. В этом году много новаций всевозможных. Об этом мы сегодня поговорим. Хочу представить гостей из студии. Это Валентина Евгеньевна Дронова, председатель нашей избирательной комиссии Тверской области. Здравствуйте! Это Александр Анатольевич Бутузов, председатель общественной палаты Тверской области. Добрый день! И Александр, у нас сегодня Александр, еще один, Юрьевич Пухов, заместитель начальника главного управления МЧС Российской Федерации по Тверской области. Добрый день! Добрый день! А вы, дорогие телезрители, можете звонить по телефону 300-190. 300-190, если вам что-то непонятно, как вы можете проголосовать? Просто на дворе лето. Кто-то уже уехал в отпуск, кто-то уехал на каникулы. В конце концов, всякое бывает. Может быть, у вас, наоборот, работа такая, что вам в этот день, ну, никак. Так нельзя будет отлучиться на избирательный участок. Поэтому вы можете задавать вопросы вообще по голосованию. Как вы можете проголосовать, чтобы голос ваш не пропал? Голосовать должны все, я считаю. Все должны прийти так или иначе, но отдать свой голос в пользу того или иного мнения, какое вы считаете нужным. Поэтому вы можете все спросить напрямую, что и как. Или просто высказать ваше мнение по поводу предстоящих изменений в Конституцию, нужно или нет. Ну, а в целом, пока, Валентина Евгеньевна, осталось, как я сказала, совсем немного времени. Скажите, вообще, все ли готово на данный момент? Если говорить о готовности, да, у нас еще осталось немного времени подготовиться, скажем так, окончательно и уже оборудовать избирательные участки. Но на сегодняшний день система избирательных комиссий, а их в Тверской области, первая это избирательная комиссия Тверской области, 46 территориальных комиссий и 1182, две участковые избирательные комиссии, из них 1155 уже плотно приступили к работе с 16 числа. Мы готовы. Готовы не только с точки зрения избирательной системы, но хотелось бы отметить, что в эту кампанию именно по общероссийскому голосованию, которая проходит достаточно такое время, необычное, скажем так, связанное с санитарно-эпидемиологической ситуацией, идет очень большая подготовительная работа, которую проводят не только система избирательных комиссий, но и органы исполнительной власти, правительство Тверской области, МЧС. Это по обеспечению безопасного голосования. Связано это с обеспечением всех участников процесса, как со стороны избирательных комиссий, со стороны правоохранительных органов, наблюдателей, которые будут присутствовать на избирательном участке, так и всех участников голосования средствами индивидуальной защиты, так называемый СИС. Что туда входит? Это в первую очередь, конечно же, индивидуальная маска, это перчатки. Каждому участнику голосования будет выдана индивидуальная ручка, которой он сделает всего две отметки, распишется за бюллетень в списке и, соответственно, сделает отметку в самом избирательном бюллетене. На входе каждого участка в обязательном порядке будет осуществляться термометрия, то есть замеряться температура бесконтактным, соответственно, способом. На входе будет лежать специальный коврик, через который мы просим каждого участника пройти. То есть он такого размера, что вот два шага по нему сделать. Это опять же с точки зрения... То есть не переступить именно, а именно наступить. Наступить в обязательном порядке, да. Будут предложены обработать руки, не только перчатки, но и обработать руки антисептиком. Какая еще особенность этого голосования? Наши привычные кабинки для голосования, они в этот раз будут использоваться без передней шторки. Опять же, во избежание того, чтобы люди не трогали, не было убрать вот эти контакты. А как же тайна-то? Секунду, все предусмотрено. Молоком, что ли, будем писать? Все предусмотрено. Не надо шутить с такими серьезными роман-вопросами. Кабины будут стоять своим входом к стене, чтобы сзади никто не мог подойти и посмотреть. Как человек... То есть не вперед, развернуто входом в кабину, а наоборот к стене, чтобы никто не мог сзади подойти и там, не дай бог, каким-то образом оказать влияние на ту позицию, на тот выбор, который планирует сделать участник голосования. То есть тайность и безопасность совмещены в одном. Да, абсолютно правильно. Помимо того, что это будет на участке, а у нас способов проголосовать в этот раз действительно много. Мы об этом отделе специально поговорим, что всем было понятно, что не все Валентины Евгеньевны, я просто знаю люди, не все до конца понимают, важно разъяснить. Понятно. Вот я сейчас на что хочу обратить внимание. Вы сказали про онлайн-голосование. Вот я хочу, извините, хочу поправить. Онлайн-голосования у нас в Тверской области не будет. Дистанционного так называемого голосования. Я вот уже который день пытаюсь это разъяснить и рассказать. Вот те заявления о голосовании вне помещения, которые можно первый раз в эту кампанию, а потом по выборам это и дальше пойдет, подать через портал Госуслуг, не мобильный избиратель, а именно голосование вне помещения. Это не дистанционное голосование. Это голосование, как мы по старинке называем, на дому. То есть, когда я хочу, чтобы ко мне пришли домой, в квартире к моей, приехали в какую-то там мою деревню дальнюю. Вот это заявление. Просто мы видим, что такие заявления сейчас подают достаточно молодые люди и понимаем, что есть какое-то вот немножечко недопонимание. Нет, что значит на дому. А человек у себя сидит вовсе, он же не дома. Он же зайдет в портал Госуслуг или как? Нет, секунду. Секунду, Ром, не надо путать людей. Давайте не путать людей. Для того, чтобы проголосовать, уже с 5 июня можно было через портал Госуслуг подать заявление о голосовании по месту нахождения. То есть, перекрепиться от участка, где ты зарегистрирован по месту жительства, на любой удобный участок, где тебе будет удобно проголосовать период с 25 июля июня по 1 июля включительно. Такое же заявление можно оформить в МФЦ. Такое же заявление можно было с 5 числа и по 21 включительно оформить в ТИКИ. И сейчас к этой работе очень активно подключились участковая избирательная комиссия. Это переписка. Переписка. Не голосование, а только создание условий для того, чтобы я, как участник голосования, мог проголосовать там, где мне удобно. Там, где я буду находиться. Человек зарегистрирован в Твери, работает в Весегонске, не планирует с 25 по 1 приехать сюда. Пожалуйста, портал Госуслуг, МФЦ, любая ТИК, любая участковая комиссия оформил заявление о голосовании по месту нахождения. И, внимание, в день голосования или с 25 по 30, либо пришел на избирательный участок, либо вызвал, что я не пойду, я хочу, чтобы ко мне пришли домой, на квартиру. Либо еще другой вариант, здесь более широкий. У меня такая работа, что я не могу, не получается у меня отлучиться. Пожалуйста, можно позвать, придут к вам на работу и вы проголосуете. В том числе с 25 по 30 включительно. Но это не значит, что можно через интернет проголосовать. Вот этого не будет. Этого не будет. Эта ситуация у нас предусмотрена сегодня только в двух регионах. Москва и Нижегородская область. Это как бы эксперимент. Наверное, все мы помним 19-й год, выборы Московской городской думы, где вот так же было использовано дистанционное голосование всего на трех участках. Сегодня немножечко расширили. Сегодня вот дистанционно, именно через интернет, не приходя никак, что ни члены комиссии к вам не придут, ни вы не придете на избирательный участок, только Нижний Новгород и только Москва. Вот сейчас опять будет оценивать, как это пройдет, все ли будет нормально, не будет ли каких-то претензий со стороны и работы технических средств, и со стороны каких-то моментов, может быть, правовых. Если все будет хорошо, вполне возможно, что к 2021 году количество вот этих регионов, где будет такое дистанционное голосование, расширится. Но не значит, что к 2021 году покроем всю Россию, как говорится, вот именно такое только дистанционное голосование. То есть очень осторожно, очень взвешенно центральная избирательная комиссия подходит к этому вопросу. Не должны мы ошибиться, не должны не допустить никакой ошибки, чтобы не возникло никаких сомнений ни в легитимности, ни, скажем так, в возможности, в доступности реализации этого права. И при этом, опять же, вот это дистанционное голосование, оно абсолютно не отменяет наших привычных, традиционных способов голосования с бумажным бюллетенем на избирательном участке или на дому, или в наших дальних селах, в котором также могут поехать наши члены избирательных комиссий, чтобы наши бабушки, наши дачники, которые сегодня очень много в Тверской области, могли реализовать свое право, в том числе, еще раз повторяю, не только 1 июля, но и с 25 июня, начиная по 30 июня, включительно, во все эти дни, до дня голосования и в день голосования. Я хочу прервать, у нас сейчас право на рекламу, 3 минуты, а потом все-таки еще хочу задать уточняющий вопрос по дистанционному голосованию. 3 минуты рекламы, дорогие телезрители, мы сегодня говорим о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Звоните 300-190, задавайте вопросы 3 минуты, не переключайтесь. Итак, мы снова в прямом эфире, это программа «Тема дня», мы сегодня говорим о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как это проходит, и мы продолжаем говорить о том, можно ли все-таки так или иначе дистанционно проголосовать. Валентина Евгеньевна, вот вы сказали, что Москва и Нижний Новгород в качестве эксперимента, но Тверская область, чем специфика нашего региона, что очень многие наши земляки работают в Москве. Поэтому у всех сейчас вопрос, кто работает, что он здесь прописан, он тверичанин, допустим, но он ездит кто-то вахтово, охрана та же самая, неделя плюс, неделя минус, кто-то просто уезжает на неделю и так далее. Короче говоря, как этим людям нашим прописанным в Твери, тверичанам в области нашей, можно проголосовать, если они будут в это время в Москве? Ровно так же через мобильный избиратель, ровно так же через портал госуслуг, вы заходите, там все очень подробные инструкции, выбираете уже удобный для вас участок в Москве, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре, в Сочи, если вы поехали на отдох. Если вы выбираете участок, туда переписывайтесь, вас здесь исключат из списка избирателей, участников голосования, а там в Москве, включат на тот участок, где вы выбрали, где вам удобно будет проголосовать с 25 по 30 или 1 числа. Надо бы прийти туда и проголосовать, либо опять же, если вы можете вызвать, чтобы к вам пришли, наоборот, комиссия пришла к вам не сурной, с переносным ящиком для голосования. Это правило распространяется в том числе для голосования и за границей можно проголосовать. Также это федеральная компания, за границей образовано более 140 избирательных участков, они в основе своей, при консульствах и посольствах, куда также наши граждане, постоянно проживающие за границей, или по тем или иным обстоятельствам, вдруг оказавшиеся там на вот этот период, и если у них есть желание проголосовать, в заявительном порядке, придя в консульство или посольство, написав заявление о включении в список, они точно так же могут реализовать свое право и проголосовать за поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации. Дина Евгеньевна, опять-таки, в продолжение специфика регионов, что и москвичей у нас много. Я тут в Конаку был, уже сплошные московские номера, отдыхать приехали. А вот кто-то из них наверняка нас тоже смотрит сейчас, а как они, москвичи, могут находиться в этой области? Точно так же, ровно так же, Ром. То есть, через интернет они не смогут? Нет, подождите, они могут к нам переписаться. Нет, через интернет. А это уже, если они зарегистрированы в Москве, им не надо тогда к нам включаться, они через интернет по своему месту. Сидя у нас в Конакова. Сидя у нас в Конакова и проголосовали у себя в Москве. Потому что их портал, на котором они зарегистрировали... То есть, москвичи могут, приехав сюда на дачу на все лето, никуда не возвращаясь в Белокаменную, проголосовать? Да. Потому что нас тоже наверняка, я думаю, кто-то смотрит, находит в данный момент в нашем регионе. Вот важный момент. Ну, естественно, жители Нижегородской убернии. Да, если они у нас будут. Я думаю, кто-то да будет. Сегодня я скажу, извините, скажу так, что вот по данным Центральной избирательной комиссии, вот эти заявки на дистанционное голосование в целом по Москве и Нижнему Новгороду подало где-то около 800 тысяч человек. Много или мало, это, наверное, ну как оценивать, да? Но с другой стороны, Москва это тоже не тверь, гораздо-гораздо больше. И Нижний Новгород, Нижегородская губерния тоже огромная. Александр Георгиевич, а вот у вас как раз специфика вашей службы, что вы всегда должны быть на службе. Вот МЧС, круглые сутки ваши сотрудники несут вахту, потому что МЧС, ну то МЧС. А как вот ваши сотрудники смогут проголосовать те, которые в этот день, допустим, вот они обязаны быть на дежурстве? Наши замечательные пожарные, которые борются с огнем, просто которые сидят у вас в пульте дежурные и так далее, и тому подобное. Вопрос, наверное, и простой, и сложный одновременно. Во-первых, все-таки голосование будет длиться несколько дней. То есть как вы решаете МЧС? Соответственно, человек, даже который в суточном режиме работает, он может до выхода на работу проголосовать в любой из этих дней. Это первое. А второе сейчас тоже вот особенностью этой компании является, и у нас к нам уже поступили предложения, к нам приедут, прям могут приехать даже на работу. И мы прямо на работе сейчас этот вопрос прорабатываем. Соня Диана Евгеньевна, как раз, я думаю. Да, и не только в Твери, и в Ташке. То есть там, где это будет необходимо, там, где есть большие коллективы, я думаю, что это тоже будет выбран такой порядок голосования. Попробуем. Ну, вы уж как-то тоже, в том числе, проводите, ну, скажу так, разъяснительную беседу с коллегами подчиненными, что не надо думать, что если ты первый на дежурстве, то все голосование именно у тебя проходит. То есть, ничто тебе не мешает проголосовать, а то, ну, знаете, люди по привычке, а я первый на дежуре, в карауле все. Даже в прошлые годы, когда были голосования, у нас такие возможности были предусмотрены, мы смещали время заступления на час раньше. То есть человек, который, вернее, на час позже. То есть, после открытия участка, одними из первых приходили наши сотрудники на участки, голосовали, и уже потом приходили на сутки, так сказать. Очень здравые, абсолютно здравые решения. То есть, это по всей стране это было так сделано. В ГИПе, в ГИПе, в ГИПе, в ГИПе. Да, то есть, это уже традиционно, многие-многие годы уже так было. Ну, а вы сами лично, я думаю, в силу вашей должности, замначальника, вы будете, естественно, ни в коем мере не отдыхать в этот день. Вы уж как-то про себя продумали, вы как будете голосовать? Заранее или как? У нас, в Главном управлении, мы прорабатываем вопрос, чтобы к нам приехал именно на территорию Главного управления, и мы там проголосуем. И, соответственно, все, кто будут находиться в этот момент. Хорошо, так все, да, Валентина и Евгения? Как провели гибкость структуры? Гибкость, гибкость подхода, потому что способов проголосовать очень много. Это я еще раз повторяю, непосредственно по месту жительства, в тех комиссиях, где вы всегда голосовали, зарегистрированы и включены в списки. С 25 по 30 каждый день участковая комиссия работает. Время выбрано такое, что этот режим работы непосредственно на участке заходит уже за традиционное окончание рабочего времени. Она работает с 15 до 19, то есть в 18 заканчивается рабочее время, и целый час может прийти. Плюс способы, какие у нас еще проголосовать. Комиссия будет выходить при необходимости, если будут какие-то обращения, в том числе на придомовые территории. Например, стоят какие-то новостройки, они, может быть, где-то даже удаленно немножечко от самого помещения. То комиссия участковая может прийти прямо на территорию вот этого двора, повесив предварительное объявление о том, что у вас во дворе 26, 27 или 30 будет организованное голосование. У вас столько-то, и каждый может спуститься, не ходя на избирательный участок, проголосовать прямо здесь. Такая возможность предоставлена. Это урегулировано порядком Центральной избирательной комиссии. Вот то, о чем я говорила. Наши бабушки, дедушки, которые живут в наших удаленных, мы говорим, в сельских населенных пунктах, точно так же с 25 по 30 к ним будут осуществляться выезды. У нас разработаны маршруты. Мы этим вопросом достаточно долго готовились к этому вопросу, прорабатывали все. У нас более 580 участков, в первую очередь, конечно, в сельских районах, которые будут организовать вот такое выездное голосование в наши населенные пункты. Мы же самые большие в ЦФО. У нас почти 9 тысяч населенных пунктов, из них только 52 городского типа. Все остальное — это сельские населенные пункты. И есть у нас участки, где разброс вот этих маленьких деревень от центра, там, где помещение для голосования, доходит до 50, 70 и даже 100 километров. Чтобы проехать в деревню, где живет три человека, надо проехать через другую область, чтобы там вот этим людям обеспечить голосование. И ранее, когда такой возможности не было, это все наши комиссии пытались уложить в один день голосования непосредственно. Сейчас для этого дана целая неделя. То есть уже в более таком спокойном режиме они спокойно спланировали, что сегодня едем, условно, на юг, завтра едем на север. Валентина Евгеньевна, но вы понимаете, что такая высочайшая гибкость в технологии голосования, каким ложится обременением на наш полу общественных наблюдателей? Здесь я с вами согласна. Что вы продолжите ту же самую политику, сотрудничество с нами, с общественной палатой Тверской области. Нам нужно обеспечить общественное наблюдение на всех формах голосования. Наш общественный наблюдатель, я думаю, имеет и должен иметь право, вообще говоря, выехать, если выезжает комиссия, выйти на предприятие, в организацию, если там будет массовое голосование и так далее. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет в этом смысле продолжаться. Мы с вами взаимодействуем и дальше будем продолжать взаимодействие. Более того, я скажу, что в этот раз наблюдатели назначают именно общественные палаты. Здесь понятно, у нас нет кандидатов, нет политических партий, которые бы что-то... Есть государство, есть общество. Общество представляет общественную палату, которая сформирована из всех представителей нашего гражданского общества. Государство организует, общество контролирует. И плюс государство реализует те права членам общества, которые предоставлены на участие в голосовании. И в данной ситуации именно общественная палата России и общественная палата регионов и нашей Тверской области являются тем органом, теми представителей, которые направляют наблюдателей. И мы, как система избирательных комиссий, мы очень заинтересованы, чтобы наблюдателей было как можно больше, чтобы они действительно присутствовали при всех процедурах и в помещении, и вне помещения. И мы, конечно же, будем предоставлять возможность и выехать. Мало того, при необходимости мы будем обеспечивать, в том числе, средствами индивидуальной защиты. И руки обрабатывать, и перчатки выдавать, и маски, и маски в том числе индивидуальные. С тем, чтобы, как я еще говорю, у нас вот девиз этой компании, это голосовать легко. То есть ты можешь проголосовать везде, да, вот как бы очень широко. Ну то есть мы привыкли, да, вот когда, если надо прийти в комиссию, заявление там написать, да, там, ты можешь сказать причину, где-то там документы спрашивали, почему. Здесь вот это снято, здесь... А так все это будет? Это индивидуальный порядок, это уникальная процедура, которой не было до этого. И будет ли она у нас еще когда-нибудь, мы не знаем. Поэтому под эту уникальную процедуру, как общероссийское голосование, прописаны и нормы, и порядки, и процедуры абсолютно индивидуальные, которые регулируются абсолютно уникальными нормативными актами, коим является федеральный конституционный закон номер один, да, про который все говорят, но никто не оговорится, что он вступил в силу только той своей частью, которая регулирует процедуру проведения, да, а поправочки они у нас с вами на наше с вами усмотрение оставлены. Это отдельные порядки, которые принимала Центральная избирательная комиссия, да, которые уникально вот расширили как раз вот эту возможность, как проголосовать. То есть легко, доступно и плюс безопасно. То есть поэтому вот здесь в обязательном порядке вопрос, и это разработка Роспотребнадзора, Федерального центральной избирательной комиссии, что все, кто находится на избирательном участке, все, кто будет контактировать с нашими уважаемыми участниками голосования, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, и каждый пришедший, каждый голосующий также будет обеспечен такими средствами защиты. Если мы пойдем кому-то домой, вот на дом голосовать, в квартире голосовать, да, цикк говорит бесконтактно, что это подразумевает? Каждому будет подготовлен пакет, каждому, кто будет голосовать на дому. Пакет очень красивый, вот такой, с логотипом, да, вот в этот пакет будет помещаться маска в индивидуальной упаковке. Члены комиссии своими руками их не трогали. Вот на фабрике, которая имеет лицензию, ее упаковали, соответственно, маска уже априори безопасна, да. Каждому будет выдана либо салфетка, либо маленькая упаковка антисептического средства для обработки рук. В этом пакетике положено. Каждому будут выданы одноразовые перчатки, чтобы, беря бюллетень, да, и заполняя его, у него ручки были о безопасности. Каждому будет выдана ручка индивидуальная, как на участке, так и на всех иных видах голосования. Приехали ли в организацию, приехали ли к бабушке куда-то в деревню, либо пришли на придомовую территорию, либо пришли к вам домой. Ручка. И в этом же пакетике, чтобы не передавать ничего из рук в руки, будет находиться бюллетень для голосования. Он, я вам скажу, достаточно простой. Всего две позиции. Да и нет. Запутаться, мне кажется, очень, ну, просто невозможно, наверное. Просто невозможно. И еще при голосовании, когда мы приходим на дом, приходим к квартире, да, будет вот такое заявление небольшое о голосовании вне помещения, где нашему уважаемому участнику голосования необходимо будет вот этой индивидуальной ручкой поставить подпись подтверждения того, что он бюллетень получил. Он бюллетень заполнит, опустит его в переносной ящик. Сам, опять-таки, лично, да? Да, да, сам лично. И к этому переносному ящику будет прикреплен специальный конвертик, куда мы просим, пожалуйста, уважаемые участники голосования, кто планирует и будет голосовать вне помещения, а как мы говорим всегда в быту, на дому. То есть, когда к вам придут с переносным ящиком, к квартире, к вашему дому, пожалуйста, вот когда вам пакетик такой выдадут, не забудьте в переносной ящик положить, опустить в прорезь бюллетень, а в конвертик, который будет прикреплен, опустить вот это заявление, подтверждение того, что вы бюллетень получали и заполняли. Пожалуйста, вот это не забудьте. То есть, и вот здесь еще один вопрос, это безопасность. И она заключается не только в обеспечении средствами индивидуальной защиты каждого физическое лицо, но еще очень большая работа проводится, в том числе и МЧС будет проводиться, по поводу дезинфекции прилегающих территорий, помещений. Ну вот, наверное, Александр Юрьевич больше скажет. А вот как будет реализовываться право голосования лиц, у которых зарегистрируется повышенная температура, например, тот, кто пришел на избирательный участок? Такая ситуация тоже возможна, вполне мы понимаем. И если при термометрии будет определено, что у того или иного гражданина повышенная температура, ему будет предложено, это поставлена задача и главам местных администраций, и нашим участковым избирательным комиссиям. Почему главам? Именно главы определяют помещение для голосования. Это их постановление, и они определяют. Выделить еще дополнительное рядышком помещение, в котором будет приглашен этот человек, которому он не пойдет в общий зал, которому выйдут с переносным ящиком, с таким же вот заявлением, чтобы он не расписывался в общем списке, в котором расписываются на избирательном участке. Ему будет предоставлен избирательный бюллетень для голосования, который может опустить переносной ящик. Это будет как голосование вне помещения. И член комиссии, который к нему выйдет, он помимо маски, перчаток, плюс у нас еще и краны защитные будут, членов комиссии, он к нему еще придет в халатике, в таком, как вот медицинский, одноразовый, с тем, чтобы потом все вот это снять и в мусор на утилизацию поместить. С тем, чтобы опять максимально возможно обезопаситься и самому, и обезопасить данного гражданина. Александр Юрьевич, вот Валентин Евгений Ногур сказал про безопасность, но ведь безопасность это не только в плане коронавируса, это в целом безопасность объектов. То есть, насколько большую работу провело, МЧС проводит, может еще что-то предстоит сделать с точки зрения обеспечения пожарных, в первую очередь, безопасности? С точки зрения пожарной безопасности, эти выборы ничем не отличаются от предыдущих, или которые были ранее. Все объекты, на которых будут размещены избирательные участки, уже обследованы. Все уже, работа проведена. Да, работа уже проведена. Уже даны все рекомендации, уже все, что необходимо было сделать, уже сделано, устранено. Проведены все инструктажи с членами избирательных комиссий. То есть, все, что надо было сделать до выборов, мы уже сделали. Также мы с нашими подразделениями провели уже все занятия на все объекты, откорректировали документы предварительного планирования, то есть, оперативные планы, карточки. То есть, все, что было традиционно нами запланировано, мы все это делаем. С этой стороны проблемных вопросов нет. Также традиционно мы переводимся на усиленный вариант несения службы. В этом году, конечно, это будет не один день, как всегда было, а будет несколько больше длиться, но мы не считаем, что это какая-то проблема. И также мы обеспечиваем дежурство во время голосования на избирательных участках. То есть, у нас также будут представители и будут помогать, подсказывать избирательным комиссиям, как все-таки, чтобы прошло максимально безопасно. То есть, вот на данный момент МЧС может, что называется, отрапортовать, у нас все готово. Да, с нашей стороны... Если даже были недостатки, незачеток, все уже устранено. Все уже устранено. Но мы же понимаем, что все объекты, как правило, это объекты общественные, это школы, это какие-то административные здания, то есть, они у нас и так находятся под постоянным наблюдением. Ну, здесь мы, конечно, провели еще дополнительную работу и можем сказать, что с уверенностью, что все в порядке. Прекрасно. Александр Анатольевич, ну вот вы, общественная палата, вот тоже вы сказали, что общественных много будет вообще наблюдателей? Мы планируем около 7 тысяч. 7 тысяч. Около 7 тысяч, да. И задача перед нами стоит в этот раз очень большая. Мы уже третий раз входим в это море общественного наблюдения. Первый, блин, у нас был некомом, у нас все было в порядке, у нас не было никаких сбоев, общественники проотработали хорошо. И я уже думал, что можно спать спокойно, отработаны технологии. Но сейчас, понимаете, коронавирус, это новый вызов для общественного наблюдателя. Теперь мы должны подтвердить, увидеть, подтвердить или препятствовать различным кривотолкам, говорящим о том, что, или ставящим под сомнение легитимность этого голосования. С этой задачей мы справимся. Эта задача нормальная для нас, она как бы не то, что посильная, а она традиционная. Вот мы знаем, как смотреть, что смотреть, и методические рекомендации в этой части нам всегда дает обл. сберком, она с хорошей методической помощью. А вот в условиях коронавирусной пандемии здесь уже нужно смотреть уже и о том, как обеспечена безопасность. Будет ли обеспечен в достаточной мере и на каждом участке, в каждом случае индивидуальная безопасность населения. Это новая задача, с ней тоже нужно справиться. Я думаю, мы справимся, но всё равно это новое. И очень хорошо, что сегодня мы в прямом эфире. Я думаю, что многие тысячи наших общественных наблюдателей сегодня послушают выступления Валентины Евгеньевны, потому что это очень важно. Это, в общем-то, как тоже такая некая инструкция, что нам смотреть и на что нужно обращать внимание. Но вот сейчас я только закончил вебинар по фейковым технологиям и по информационной безопасности. И очень тревожная информация, приступая сейчас к нам из Москвы, что сегодня раскручена в интернет очень большая такая, скажем, информационная манипуляция. И мы, это совершенно новая такая страна вопроса. Почему? Дело в том, что очень редко, но на предыдущих выборах мы наблюдали следующие вещи. Ну, например, поступает какой-то тревожный сигнал с пункта избирательного пункта. Что-то там происходит, нарушение закона и так далее. Наш общественный наблюдатель, находящийся там, нам перезванивает, говорит, ничего подобного, это полная ложь. Но сигнал уже прошел, он пошел в СМИ, в интернет, и у кого-то он отложился. Когда таких сигналов мало, это, ну, как бы на них никто не обращает внимания. Но если таких сигналов много, то тогда уже, это уже одна из форм манипуляции сознания народа. То есть люди будут говорить как обычно. Ну, нет дыма без огня, если так много разных сигналов, наверное, что-то где-то было. Вот, и поэтому здесь, я думаю, что наш наблюдатель должен по-прежнему оставаться вот предельно скрупулезным в этих вопросах. Все, что он видит, значит, все, что он видит, он должен обязательно протоколировать. Вот, нам не нужны раскачивания какой-то там негативной ситуации. У нас обычно правильное понимание ситуации. Если есть какое-то небольшое недоразумение, оно обычно сразу решается на избирательном участке. Никто не хочет, чтобы эти выборы, чтобы это голосование было нелегитимным. Но вместе с тем реагировать нужно на любой такой информационный всплеск. И по любому такому информационному всплеску мы должны иметь мнение нашего общественного наблюдателя. Это третья волна ответственности нашего общественного наблюдателя. Поэтому это вызывает у меня определенную такую, знаете, напряженность. Мне кажется, мы должны с наблюдателями сегодня работать еще более и более крепко, как бы интенсивно. Человек должен понимать огромную ответственность общественного наблюдения, как никогда, которая будет вот на этом голосовании. Александр Анатольевич, а ведь у Вас же будет работать общественный штаб, да, вот в этот период? Вы молодец, спасибо, что Вы напомнили. Да, безусловно, у нас будет ситуационный штаб работать. Он у нас всегда работает. Мне очень приятно, что он формируется из самых активных членов общественной палаты Тверской области. И в работе штаба принимает активное участие уполномоченные по правам человека по Тверской области Егорова Надежда Александровна. Мы работаем в тесной связи, мы практически круглосуточно находимся на связи. И все тревожные звонки мы получаем, на них оперативно реагируем. И реагируем, безусловно, через область Бирком. Поэтому спасибо большое за поправку. Действительно, этот штаб будет работать. Телефоны этого штаба есть у нас на сайте, аппарат общественной палаты. Поэтому ждем информации и звонков. Валентина Евгеньевна, а вот говоря о нарушениях, допустим, вывели нарушение, кто-то может какую-то провокацию строго на участке и так далее. Тем не менее, не поставит ли это под сомнение результаты голосования на данном конкретном участке? И что в таких лучших вообще будет происходить? Нет, нарушение рознь, если это какой-то фейк, вброс, который не подтверждается, или это какая-то, например, чисто техническая недоработка. Ну, как у нас, наверное, лет 10 назад начинался день с того, что приходили наблюдатели от общественной палаты, от определенных партий. И первое, значит, что бежали, смотрели сразу так, покажите нам списки. И вот где-то участковая комиссия в списке не прошила, как это положено, а скрепочкой скрепила. Вот все, нарушение. Но оно тут же устранено. Тут же взяли нитку, иголку, прошили. Все. Вот тебе, как говорится, в этой части. Все обращения на нарушение порядка голосования, на подсчет голосов, они будут фиксироваться в каждой участковой избирательной комиссии. Ровно такой же порядок, как и по выборам. Несмотря на то, что это общероссийское голосование, но порядок сохранился, что в каждом протоколе участковой комиссии найдет отражение, в том числе строка, количество жалоб, поступивших конкретно в эту участковую комиссию в период голосования. И до того, прежде чем подписать протокол, комиссия должна их все рассмотреть. Елена Геннадьевна, мы должны выслушать звонок телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это оборонный 1, мы находимся прямо на остановке, наши дома высокие. Скажите, пожалуйста, будут ли нам кидать почтовые ящики в приглашение, где мы будем голосовать? У нас до сих пор нету, хотя с 25-го начнется. Это один вопрос. Второй вопрос. Если мы придем, паспорт мы должны давать в руки вашим, ну, кто сидит. Все понятно, все понятно. И третий вопрос, подход. Вы знаете, вагонный завод забит машинами. Нас могут сбить до выхода к дороге. Ездят куда попало и никто не наводит. То есть раньше это был как праздник, теперь получается. Многие говорят, мы не пойдем, нам не дойти с палочками там. Мы пенсионеры. Так, ну, можно, спасибо большое за вопрос. По пунктам начнем. Да, начну, наверное, с последнего. С точки зрения дойти. Вот я только что говорила, что вы можете без проблем, начиная с 25-го, пригласить уже к себе домой. Вот к вам придут как раз вот таким пакетиком, каждому вручат. И вам даже не надо будет переходить. Я понимаю, речь идет о Санкт-Петербургском шоссе, достаточно напряженный всегда там трафик автомобильный. И вам не нужно будет переходить и где-то вот опасаться. То есть можете проголосовать, соответственно, на дому, позвать к себе. И это могут сделать все ваши соседи. Плюс, так как вот дом ваш, который наоборонный, он, наверное, среди домов, которые входят в границу этого избирательного участка, один из самых крупных. В основе своей там в округе пятиэтажечки. У вас вполне возможно будет организовано голосование с 25-е по 30-е на придомовой территории. Когда где-то вечерочком, когда уже, может быть, будет не так жарко, подъедет участковая избирательная комиссия, предварительно повесив на подъездах объявление о том, что во столько-то и в такой-то день такое голосование, вы можете проголосовать на придомовой территории. И опять же, не переходя Санкт-Петербургское шоссе, вы можете проголосовать у себя во дворе. Это что касается голосования и перехода через данную ситуацию. Так как мы готовим и работаем по подготовке к этому общероссийскому голосованию все-таки в определенных ограничительных условиях с точки зрения контактов прямых с участниками голосования, на подъездах будут вывешены объявления, где находится участковая комиссия, какой ее адрес, какой ее режим работы. На подъездах это однозначно. И мы поставили и попросили в том числе прав муниципальных образований, чтобы не каждую квартиру, а вот почтовые ящики, напоминание, где участковая комиссия располагается, какой у нее адрес, какой у нее телефон, и как можно проголосовать на придомовой территории, позвонить, чтобы пришли к вам домой, либо придя на избирательный участок. Мы попросили, чтобы именно в почтовые ящики, на квартиру, на почтовый ящик такие приглашения были изготовлены и разложены. И паспорт. И паспорт. Паспорт нужен обязательно. То, что вот по первости пошло в интернете, что без паспорта голосовать, ну это немножко от лукавого. Люди просто утрируют какие-то определенные моменты, либо сознательно вводят в заблуждение наших граждан, либо преследуют какие-то свои собственные цели. Паспорт должен быть обязателен. Паспорт не надо передавать, не хотите, не передавайте в руки членам участковой комиссии. Вы его раскрыли на той страничке, где ваша фотография, немножечко масочку припустили, и открыли потом, где ваша регистрация. Они посмотрели, сверили с данными, которые будут у них в списке участников голосования, и вы единственное, что сделаете в списке, поставите свою подпись той самой индивидуальной ручкой, которая будет у каждого, которую можно взять из собой потом на память. Вы хотите сказать, если по участку там прописано, не знаю, сколько там, 10 тысяч избирателей будет, 10 тысяч ручек? Да. Ну, 10 тысяч избирателей не может быть на участке? У нас по закону 3 тысячи постоянной регистрации. 3 тысячи ручек. Да? Ну, если говорить еще про безопасность, то не только МЧС, но все службы переводятся на усиленный режим, в том числе и полиция, поэтому я думаю, что безопасность будет не только на самих участках, но и где-то вблизи. Ну, с женщинами спокойно, что, да, живленное движение. Будут, наверное, может, ГАИ как-то. Отслеживаться и подходы к участкам. То есть все заинтересованы, чтобы выборы прошли без эксцессов. Ну, я думаю, да. Потом, давайте говорить так, день голосования, первый, основной день голосования, это не рабочий день. Я думаю, большого количества машин, в том числе вот у металлиста, у вагонзавода, я думаю, не будет, потому что, ну, просто, это не рабочий день. Некому будет парковаться. А вагонзавод, думаете, остановится? Я не понимаю. Нет, ну, это речь-то идет о ДК металлиста, где участвуют. Ну, там паркуются вагонстроительность, как правило, потому что вагонзавод приятел. Нет, движение по дороге очень интенсивное. А, Валентина Евгеньевна, а, кстати, вообще в целом, сколько у нас давать на помощь у разбирателей? Мне-то интересно. 1 миллион 50 тысяч 741 человек. То есть, в области зарегистрированы. А вообще, у вас есть какие-то прогнозы явка, какая ожидается лето все-таки? Ну, вы знаете, мы... Роман, вы же знаете, что избирательная комиссия не любит и никогда не гадает, условно говоря, на кофейной гуще. Мы можем только предположить, что наши граждане за тот период, сколько идет у нас вот эта подготовка к общероссийскому голосованию, напомню, что началась-то она еще с марта месяца, и за это время было настолько много информации через средства массовой информации, через интернет. Вот сейчас различные объявления, которые висят на подъездах, различные баннеры, которые говорят о дате, когда теперь оно будет, это голосование. Я надеюсь, что уже каждый, наверное, осознал, послушав, в том числе и тех людей, которые говорят про эти поправки, осознал значимость, важность для него лично, вот тех поправок, которые вносятся. И нам хочется верить, что достаточное количество наших граждан придут на избирательные участки, чтобы высказать свое мнение по поводу тех поправок, которые предлагаются к одобрению народу Российской Федерации. А избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия ждут всех наших уважаемых участников голосования. А вот вы сказали, что могут приехать во двор, как бы, то есть это, у меня сразу такой вопрос, а может быть тогда, ну, не знаю, может это нереально, чтобы приехали в дачные кооперативы, ведь не секрет, что там очень много людей в домовой территории. Я назвала только один способ голосования, например, домовой территории. Такая вот идея в окрестах Тверита. Если люди, которые находятся сегодня в дачном кооперативе, перерегистрируются через мобильный избиратель из Твери в свой СНТ «Солнышко», А это можно. А это можно, конечно, в Калининском районе. Это так же самый мобильный избиратель. Это то же самое, когда я с участка на участок в городе или из Весегонска в Тверь. Или из Твери в Москву. То ли это жили, то ли не жили. За границу. За границу. Ну, это территория, где люди находятся. И мы можем организовать голосование нашей участковой комиссии не только на придомовой территории, в организации, но и на иных общественных значимых пространствах, коим вполне можно отнести. Да, летом-то дачных кооперативов. В том числе и дачный кооператив. Поэтому здесь все зависит от желания самих людей, там находящихся. То есть сейчас нас услышат, как бы председатель кооператива, это еще можно будет сделать? До 21-го числа, до 14-ти часов все могут оформить заявление о голосовании по месту нахождения через портал Госуслуг, через МФЦ, через территориальную комиссию. Любую. Приехали вы, будете в СНТ, но приехали, я не знаю, за квартиру заплатить, цветочки в квартире полить. За квартиру сейчас платите сами, знаете, онлайн. Хорошо, цветочки полить, которые остались в квартире. Рядом территориальная комиссия, рядом своя участковая комиссия, в которую вы все заходите, либо туда, либо туда, оформляете это заявление, выбираете тот участок, который рядом с вашим СНТ, а вам помогут найти этот участок. Согласитесь, Валентина Евгеньевна, это важно, ведь почему обычные голосования на лето не назначают, потому что, как считается, люди на дачах. И по идее, если мы хотим, чтобы максимально большое количество приняло участие, то это хороший такой вариант организовать, по крайней мере, в Агрессе и в Твери много кооперативов, чтобы туда приехать, потому что люди такие, у них не будет, что называется, отмазки. А я был на даче, пожалуй, к тебе привезут. Я еще раз говорю, главное желание этих людей, и первое, что они должны сделать, это перерегистрироваться туда. Только не воспринимать перерегистрацию, что вы там выписались из своей квартиры в Твери, зарегистрировались там. Смысл имеется в виду, включиться в список участников голосования по месту нахождения. Это касается только списка участников голосования. Валентина Евгеньевна, у нас осталось буквально две минуты, потому что у вас вопрос последний, наверное, уже когда стоит ждать первых результатов? Ну, первые результаты, я думаю, по области мы будем знать уже рано утром 2 июля, а центральная избирательная комиссия ей дано 5 дней. 5 дней на подведение в целом по Российской Федерации. Ну, то есть, в этом плане, верно, я понимаю, что, в принципе, все будет как всегда, когда, да, уже в понедельник все более-менее становится ясно, ну, а окончательные результаты уже в течение вот этой недели. Ну, недели это по России. Ну, так как бюллетень очень простой, всего две позиции, да, это не 45 или 60 кандидатов, когда наша участковая избирательная комиссия считает и раскладывает по этим 65, там, условно говоря, стопкам бюллетеней. Здесь всего две стопочки, поэтому мы надеемся, что подсчет завершится достаточно оперативно. А вот по дням статистика какая-то будет вестись именно принявших участие в голосовании? Ну, принявших участие. Мы будем, конечно, видеть, мы по каждому переносному ящику. И недели тоже. Внимание, можно? Да. Рома, не торопитесь. У нас просто меньше минуты. Сразу скажу, тайна голосования каждого соблюдена будет абсолютно. Мы будем по итогам каждого дня 25, 26 и так до 30 видеть количество проголосовавших, потому что по каждому переносному ящику будет фиксироваться сколько с этим ящиком людей проголосовало, чтобы потом при подсчете голосов все это было правильно учтено. Ну что ж, дорогие телезрители, наш эфир подходит к концу. Мы сегодня говорили о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, и не только, как вы слышали, можно проголосовать и раньше. Можно договориться так, что даже приедут к вам во двор. Даже дачный кооператив сейчас многие на дачах. То есть, можно принять участие в голосовании. Не нужно утешаться тем, что оправдываться. Меня не было в Твери. Можно все сделать, главное прийти проголосовать. Я призываю вас принять участие в этом голосовании. Не нужно думать, что все решено, от меня ничего не зависит. Нет. Вы имеете полное право прийти и высказать ваше мнение. Нужны поправки в Конституцию или не нужны. Как уже было сказано, тайное голосование обеспечивается, поэтому вы имеете полнейшее право высказать ваше мнение. Главное, приходите, не ленитесь, проявите гражданскую позицию. Итак, нас ждет голосование по поправке в Конституцию, поэтому, пожалуйста, дорогие телезрители, приходите, приходите и голосуйте. Ну что ж, была программа Тема дня. Спасибо большое. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания.